В этом уроке я покажу, как можно быстро улучшить детализацию неба, то есть прорисовку фактуру облаков с помощью Lightroom. Мы получим примерно вот такой результат. Вот фотография, которая была до обработки и вот такой фотография стала после обработки. Как видите, облака стали более фактурными, небо приобрело глубину и объем. Давайте посмотрим, как это делается. Я сброшу настройки. Для того, чтобы нам избирательно воздействовать на небо, мы будем использовать инструменты локальной коррекции. Это инструменты Graduated Filter и Adjustment Brush. В данном случае мы будем использовать Adjustment Brush, настраиваемую кисть. В Lightroom все клавиатурные сокращения, все быстрые клавиши работают только при английской раскладке. И поэтому для того, чтобы вам успешно работать с клавишами, нужно переключить раскладку на английскую. Эта фотография кусочек панорамы, которую я снимал в городе Пушкин. Я выбрал ее специально, чтобы показать вам данную методику. И так как мы видим, здесь передний план у нас выглядит нормально, нас больше интересует небо. Выбираем инструмент Adjustment Brush. Для этого можно кликнуть вот на эту иконку или нажать клавишу K. Клавишами работать, конечно, быстрее. Сбрасываем настройки. И давайте работать с небом. Прелесть инструментов локальной коррекции в Lightroom состоит в том, что мы можем порисовать каким-либо инструментом с экстремальными настройками, для того, чтобы видеть, где и какое воздействие производится. А затем мы подстроим настройки по своему вкусу. Но экстремальные я, конечно, делать не буду. Есть другой способ. Я немножко уменьшаю экспозицию, примерно на 0.4-0.3. Вот так. Затем, для того, чтобы видеть, где я рисую, нажимаю клавишу O и начинаю рисовать. Как видите, на изображении появляется вот такая маска. Она стандартного цвета Rubelita, так же, как и в программе Adobe Photoshop. Она показывает только зону действия кисти. Вот таким образом я могу рисовать на изображении. Вблизи вот таких проблемных участков, где ветки деревьев и другие мелкие детали, лучше уменьшать размер кисти и переключаться в режим Auto Mask. Вот он. Для этого нужно поставить здесь галочку. И тогда кисть, если не будет заходить перекрестие на такие области, она их затрагивать не будет. Но здесь у меня аккуратно сделать не получится, так как время урока у нас ограничено. Но имейте в виду, что нужно просто увеличить изображение. Вот таким образом я все-таки покажу кусочек. И аккуратно вот здесь прорисовывать кистью, стараясь не заходить сильно на верхушке и прочей области. Хотя даже если немного залезете, ничего страшного. Здесь не такое экстремальное воздействие, чтобы у нас картинка сильно отличалась. Итак, я зарисовываю нужные области. Пока отключу Auto Mask, чтобы у меня не было тут никаких проблем. Теперь, когда мы нарисовали маску воздействия кисти, можно ее отключить. Для этого нажимаем снова клавишу О. И теперь будем настраивать параметры нашей кисти. Для того, чтобы нам придать фактурность небу, нужно поднять на нем контраст. То есть, не нужно пользоваться вот этим регулятором контраст. Лучше пользоваться регуляторами Highlights и Shadows. Highlights у нас сдвигает цвета к еще более светлым оттенкам, а Shadows сдвигает более темные области к более темным оттенкам. Можно посмотреть сейчас, что получилось. Для этого можно нажать клавишу Обратный слэш. И теперь мы немножко прибавим четкости. Clarity. Ставим значение примерно 60. И чуть-чуть еще уменьшаем экспозицию. Все это делается на глаз, универсальных настроек нет. Они каждый раз подбираются индивидуально под изображение. Давайте посмотрим. Вот, как видите, небо уже приобрело глубину и объем. Особенно это заметно на облаках. При применении параметра Clarity может упасть насыщенность. И поэтому, чтобы ее восстановить, вводим сюда значение примерно плюс 30. Вот. Теперь у нас на небе восстановлена насыщенность. И оно выглядит значительно лучше. С помощью этого простого способа можно значительно улучшить фотографии, на которых значительный акцент приходится на небо и облака. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok